Всем привет! Сегодня у нас 15 ноября 2021 года. У нас небольшой праздник. Мы забрали голубей с линьки, первую партию. Это голубей, которые прошлогодние, в прошлом году летали. И не только в прошлом году, и раньше летали. То есть забрали голубей, которые были у племенники. Вот начну... Я немножко хочу показать. Вот начну показ с голубки, который я показывал в прошлом году. Это рябая, старая голубка рябая, 3-1. Эта голубка, как и все остальные голуби, которых мы забрали, были закрыты с марта-февраля месяца. Ну, в основном с марта месяца 2021 года. То есть порядка 9 месяцев они сидели закрыты в закрытом помещении. Вот мы сейчас их забрали. Они находятся вот в такой вот форме. Крыло долиняло полностью. Вот. И сейчас мы будем потихоньку подбрасывать, посмотреть, в какой форме они сейчас находятся, после того, как столько времени были закрыты. Вот следующая голубка, молодая голубка, черная, одна сбоку, прошлогодняя голубка. Она в прошлом году летала у меня. Сейчас тоже она сидела около 9 месяцев закрытая в племеннике, давала голубят. Вот. Сейчас мы ее тоже попробуем подбросить. Погода у нас солнечная сегодня. Где-то плюс 8 градусов. Ночью был мороз, северный ветер. Погода вроде бы как неплохая, но голуби, я еще раз повторяю, не выпускались на улицу, не выходили на улицу. Ну, с марта месяца. Ну, с марта месяца. Рыбогорла по одной голубка. В том году я ее показывал. Перед тем, как закрывать на племя, мы ее подбрасывали. Она очень хорошо летала прошлой зимой. Сильная, крепкая голубка. Хорошие голубят дала. Тоже полностью удаленяла. Тоже сейчас подбросим ее, посмотрим, как она летает. Снимаем ее двумя камерами. Я сейчас снимаю на одну камеру, а вторая вот у меня здесь. И мы побросаем, и посмотрим на голубей. Голуби еще физически не готовы. Надо хотя бы им неделю прийти в себя. Голубка черная, одна-две. Одна из самых красивых молодых голубок прошлого года. Вот, которую я много снимал, много показывал. Вот. Были положительные отзывы по полету этой голубки и в интернете, и везде. Вот она просидела в племеннике. Вот. Полностью перелиняла. И сейчас посмотрим, насколько она изменилась по сравнению с прошлым годом. Голубка черная по одной. Довольно-таки симпатичная, хорошо сложенная голубка. Такое у нее вот крылышко. То же самое вышло с племенника. Вот такая вот. Они не совсем сейчас, как говорят, должны быть сухие, тонкие. Нет, они не сухие, не тонкие. Они немножко так вот подкушали за все время, когда сидели закрытые. Вес у них лишний немножко есть, скажем так. Вот. Но посмотрим, как они быстро будут набирать форму, как они будут приходить в себя. Конечно, немножко надо им сбросить, немножко посидят на диете. Потому что там, где они были в племеннике, там диета никакая не соблюдается. Там полностью все у них в кормушках есть. И во время линьки, когда они линяли, тоже у них был полный рацион. Это рябая голубка. Одна сбоку. Также прошлогодняя молодая голубка. По полету прошлого года я ее отправил на отбраковку, так как она летала недостаточно хорошо. Точнее, летала хорошо, но качество полета не устраивало. Сейчас она перелиняла. Летала, скажем так, высоко, хорошо. Вот. По крыльям она меня не устроила, поэтому гонялась на втором племеннике. Сейчас она перелиняла, и посмотрим, как она изменилась в процессе полета. Вот сейчас подбросим, как она, какая она стала. Давай. Как была в том году летная, так она летная и есть. Как будто бы не закрывалась на все это время. А по крылу голубка явно набрала. Ну, посмотрим, как она дальше будет себя показывать. Лохмоногий голубь 3-3. Это голубь не прошлогодний, позапрошлогодний. Вот. Ему уже 2 года. В прошлом году летал неплохо. Сейчас, за время, пока сидел в племеннике, немножко лишний вес набрал. Нужно ему вес его сбрасывать. Вот. Потому что в руке он чувствуется не слишком. сейчас подбросим, посмотрим, как он будет себя показывать на подкидке. перегоняло, рябая голубка, белохвостая, прошлогодняя. В прошлом году эта голубка практически не летала. Племенник попала благодаря тому, что ее мать 79-й номер, рябая. Она очень хорошо летала. Не один год. Года 3 она летала. И много на видео она у нас есть, рябая голубка. Но в прошлом году мы ее загнали. Ее сейчас нет. А дочка ее оставила. Хотя в прошлом году она была, ну, не летала. Не летала. Сейчас перелиняло. Посмотрим, как она будет сейчас себя показывать после линьки. Слабовато еще на крылья. Хочу показать еще одной из старых старых моих голубок. Ее уже так можно назвать. Это голубка рябогорлая две сбоку. Которая каждый год летает уже на протяжении нескольких лет. Вот так она выглядит после линьки. Летает постоянно. В прошлом году зимой она показывала хороший полет. Сейчас также чувствуется в руке. Поднабрала немножко лишнего веса. Сейчас будем сажать на диету. Ну и подбрасывать немножко. Сейчас подбросим посмотрим как она после линьки что она может показать. Ну вот она сразу полетела на перелет но не долетела не подрассчитала свои силы. Черная еще одна еще одна по одной голубка голубка черная 106 прошлогодняя вот тоже как и у всех остальных немножко они такие плотные вот тоже надо похудеть сейчас подбросим ее посмотрим как она поменялась черная по одной 106 давай такая голубочка вот это голубка номер 100 2.1 это одна из самых самых моих так сказать лучших голубок вообще в моем питомнике вот она тоже каждый год летает каждый год показывает хороший результат вот каждый раз я думаю что хотя бы не загнать ее но пока дома держится тоже вот вышла с линьки и посмотрим как она будет себя показывать свои первые полеты сотый номер 2.1 давай черная две сбоку бросай уже стараюсь вверх идти хотя силы вообще еще нет это черная 4 сбоку вот это на сегодняшний день партия голубей мои которые перелиняли все они с племенника молодых этого года еще нет молодые этого года голуби еще линяют у некоторых доходят последние у некоторых два еще три пера есть вот ну пока будем этих тренировать будем стараться их поставить на крыло вот хотя еще раз повторяю и много раз это уже говорил сегодня что эти голуби в племеннике были закрыты 9 месяцев не выходили на улицу совсем сейчас они немножко даже настороженно сидят здесь хотя это место они знают здесь они жили летали прошлой зимой но так как они в другом месте находились длительное время они немножко такие напуганные некоторые даже пытаются срываться вот но надо несколько дней обыкнуться начнут на перелет летать и тогда будем снимать видео будем дальше смотреть как как они будут набирать свою форму а сейчас всем пока до новых встреч до новых до новых до новых Продолжение следует...